МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 60-х годах все только начинается. С юбилеем коллектив Толерадо-компании Гомель повиншовал старшиня Бел-Толерадо-компании Геннадь Давыдька. Моцная первичка – моцный профсоюз. Областное объединение подвяло выники конкурсу на лепшую первичную организацию. Ёлки запаливают огни. 500 талиновитых школьников Гомеля стали сегодня гостями новогоднего свята. А зараз об этом и иншим больше подрабязно. Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сенне в час размобы с пациентами Минского городского клинического онкологического диспансера. Пациенты рассказали керавнику державы, как проходить лечение. По водле их слов, персонал медустановы вельми чулы и уважливы. А профессионализм урачов унушает надею на худкое выздоровление. Александр Лукашенко уручил детям и их батькам новогодние подарунки, повиншала узнадыходящим святам и пожадал моцного здоровья и долгих годов життя. У свою чергу дети презентовали керавнику державы свои сувениры. Сенне на Гомельщине открылся 45-й детячий дом семейного тыпу. Гэтая падея отбылася у городским поселку Лоев. По кольво установе, различенной на 10 дятей, будут жить 6 неполнолетних и 2 выховальники. Олег Сенсеров ознаемился со створенными умовами. Непосредственно у Лоеве, это другие дом семейного тыпу. Перший открыли 10 годов тому и с того часу ни разу не пошкодовали по зарубленным. Новый дом побудовали за кошт республиканского и обоснованного бюджета, накировавший на этом метре 390 тысяч рублей. На маль двухстах квадратных метрах, некаких жилых покоев, зала и кухни со столовой. Перший святочный стол у новом доме семейного тыпу у Лоеве. Некаких тортов, пирожные, разные бутерброды, фрукты и городнина. Такий свойсабливый символ будущего добробыту. Пожидание добробыту, любви и взаиморазумения, плюс разностайные подарунки для детей, открытие детячего дома семейного тыпу у Лоеве, межзавсённых адвэ формальные мероприемства. За речи, першим оценку новому будинку дал 8-годовый Сергей Андреев, який усим представляется Сергеем Миколаевичем. Некде дичина взросл, у яго явно господарский погляд на життё. Мне нравится, как вы тут всё сделали, балконы, красили. Мне тут ужасно, всё тут нравится. И мне нравится то, что тут столы, компьютеры и украшения. По кульу доме, який разлечены на 10 выхованцев, знаходится 6 детей возраст 5 до 16 годов. Причем у всех хлопчики, батьки и выховальники кажут, что так отрывался выпадковым. Это державная установа, а тому и кандидатуры пропонуют в первую чергу отповедные державные структуры. Сами выховальники до такой гендерной политики относятся с разумением. У речи кажут, с хлопчиками навык больше лёгко. Яны и по господарцы зарабить нечто могут, и кля газовые плиты отживают себе комфортно. Енче справа, что у любого выпадка и детям, и выховальникам необходимо пройти, часто совсем не просто, этап адаптации. Вообще адаптация сложноватая, потому что они побывали и в приютах, и в детских домах, и бывало, что и в других семьях, а везде разный, как говорится, климат, можно так высказать. Везде разные порядки, и они привыкали каждый раз к разным порядкам. У них был сумбур в голове, а тут опять третий уже порядок. Ну, стараемся как-то совместно. У нас же есть два, которых уже давно с нами живут. Вот они и помогают нам очень хорошо в этом вопросе. Лоевский дом семейного типа на гумачине 45-й полику, но на этом программа их бытовнивства не завершается. Уже готовый дом в Рогачеве, на чарзе подобной установы в Ельском и Жлобинском районах. Это державная политика. Дети повинны выховываться не в интернатах, а в семьях, в домах семейного типа. Для бюджета это максимально больше затратно, но когда разговоры идут в реальном кропоте о детях, которые опынулись в складанных житевых умовах, меньших шляхов просто нема. Мы стараемся, чтобы детей как можно меньше оставались и в тех учреждениях, которые сегодня на круглосуточном пребывании детей-сирот, а определять их именно в дома семейного типа. И в этом плане Гомельская область, процент возврата в биологические семьи у нас достаточно неплохой. И определение детей очень быстро, оперативно в дома семейного типа у нас хороший показатель. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Телерадио-компания Гомель, Злоево. Под Новый год 60 год тому распачала свой адлик история Гомельского телебачения. У конца 50-х годов, минулого 100 годзе, студия энтузиастов Радою Аматоров стала перша открывальником регионального телебачения у Беларуси. Гэта был Аматорский телецентр. А у якости профессийной организации Гомель заявил про себя премьерной новогодней программой. Сёння Телерадио-компания – один з бойнейших региональных медиа-центров. У двух сучасных студиях кипить работа над информационными выпусками, фильмами и ток-шоу. Сёння предприемство выпускает у эфир коля 40 телепроектов. Рыхтуются фильмы и видеосюжеты про вядомых людей краины, историчных особ и просто неординарных жихаров региона. Героем актуального репортажа может стать практически каждый глядач. Репортажи про юбилей родного телебачения – один из нешматликих выпадков, коли у кадры трапляют не только ведущие и корреспонденты, а у всех, кто, звычайно, застаётся поза эфиром. Под Новый год повиншовать коллектив с юбилеем и надыходящими святами, в Гомель приехал старшиня белтолерадиокампании Геннадь Давыдька. Керавник ведущего медиахолдинга краины отзначил, что, не глядячи на унушальный взросл, в работе Гомельского областного телебачения не отчувается творчай стомленности. Калейдоскопом проектов и программ, своим стилем телерадиокампания Гомель доказывает это на практице. На творчай сустречи коллег не обошлось без узнагороджения и высокой оценки работы у сего коллектива. У вас коллектив очень молодой, упругий и азартный, готовый на такую серьезную работу. И я знаю, что руководство области очень высоко ценит работу вашего коллектива. Ну, конечно же, наша страна переживает уже такой серьезный период становления экономического, морального. Наша молодая независимость уже становится крепкой независимостью. И люди это все понимают. И вот здесь надо поддержать дух общий, такой позитивный дух государственности, который возникает у наших людей. И вот тут и местные выборы, которые сейчас будут проходить, очень важно, чтобы люди понимали это. Очень важно, чтобы люди понимали нюансы того, что делает глава нашего государства. То, что делает ваш губернатор. Вот не просто информация, а еще и придание этому информационной целесообразности. Кандидатами у депутаты на мясовых выборах у Беларуси вылучено уже свыше 7700 человек. Такая информация размещена на сайте Центрвыбаркама. Частей за все потенциальные кандидаты у депутаты выбирают вылучение шляхом сбору подписов. Таких, каля 70%. Каля третий вылучено працонными коллективами и, меж за все, политычными партиями. По воде информации ЦВК, на этот момент сирот кандидатов больше 4 тысячи, альбо амаль 52,5%. Депутаты дзеючого скликанья. 337 молодых людей в возрасте до 30-ти годов. Что до свердейности, то больше за все сирот вылученцев у процставников сферы адукации, культуры, науки и аховы здоровья. Амаль 32%. А так само сельской господарки 21%. Вылучение кандидатов у депутаты завершится 8-го студеня. Суботняя промыя линии мясовых органов улады протягивают свою работу. 30-го снежня можно будет звернуться до керавника справ гомельского Аблвы-Канкама Алены Владимировны Кличковской. Нумер для совези 33-12-37. У гомельским городским выканавчим комитете промую телефонную линию проведе наместник старшини Виталь Геннадьевич Атаманчук. Телефон 75-19-54. Час работы промыхлений с 9 до 12 годин. Гомельское областное объединение профсоюзау подвяло выники конкурсу на лепшую первичную профсоюзную организацию. У им приняли удел представники 19-й районного в области и города Гомеля. Усяго 212 организации. Все лета гляд конкурс обвещенный Федерацией профсоюза у Беларуси у першыню прайшел на районном узровне. Среди гомета у варта отзначить популяризацию профсоюзного руху и активного социального партнерства. А так само повышение эффективности деятельности первичек и расповсюджывание передового в опыту. Профсоюзные организации оценивались по усих напрямках. Гэта и меры по обороне правоу работников и контроль за выконанием законодавства об ахове працы. А кроме того, уличывалось проведение культурно-массовых, спортивных и туристичных мероприемствов, работа с молодзю и ветеранами. Найбольш массово на конкурсе были представлены такие галены, як адукация, агропромысловый комплекс, ахова здоровья, жилево-коммунальная и лесная господарка. Мы не только отсмотрели материалы, поданные на конкурс, но и посещали первичную профсоюзную организацию. То есть видели воочию, как на местах действует вот этот профлидер, как существует это социальное партнерство на месте, на предприятии. Та конкурсная комиссия, которая оценивала на местах, была довольно щепетильна, потому что это были со стороны ветеранской организации, молодежной организации, нанимателей. Первички у нас замечательные. У нас всего в районе 90 первичных профсоюзных организаций, 12 профгрупп. В конкурсе приняли участие все отраслевые профсоюзы. Но приходится выбирать, конкурс есть конкурс. Конечно же, жюри было очень сложно определиться, потому что каждая организация индивидуальна. Там работают люди. В том предприятии, где наниматель работает в тесном сотрудничестве с председателем профкома, там и есть результат. В каждом районе обрали по три лепшие первички. Их представников узнагородили дипломами и грошовыми премиями. Наступная информация адресована тем, кто находится в пошуку працы. День предприемства пройдет 5-го студеня во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского Харвы-Канкама. Товариство с обмежеванной отказностью Делкам-40 запрашает всех жадающих прийти на встречу с представниками коллектива. Я на пройде с 10 до 12 годин во управлении по праце по улице Пролетарской, 18. Продприемству у приватности потребуются швачка, укладчик-упаковщик, водитель-пагрузчика и другие работники. В Добрушском районе с детячого садка эвакуировали 96 человек за короткое замыкание электропроводки. Про это поведомил офицейный представник областного управления МНС Мария Клязович. Во установе проходил ранешник. У будинку находилися 45 детей и 25 батьков, а так само 26 человек персоналу. До пробыття выратовальника у людей вывели на улицу. Никто не потерпел. Гидрометеорологи отзначают рост узровняю воды у реках. У большинства рек краины ее ныде с интенсивностью от 1 до 30 сантиметров за сутки. На прытоку Припяти раце Случка, ля везки Ленин Житковицкого района узровень воды перевысил небеспечную адзнаку и склау 247 сантиметров. Подтопленными оказались пять подворков. Выратовальники ведут круглосуточный мониторинг по водковой обстановке. Паутысячи италиновитых и поспяховых школьников Гомеля стали гостями доброчинного новогоднего свята. Горадский ранешник отбылся у ГЦК. Организаторы разместили тут множество фотозон, оформленных у стылью любимой детячей каски «Снежная королева». У двох великих залах розные гульнявые и выставочные пляцовки. На их ящие до початку театрализованного представления дети могли зарабить памятные сдымки, принять удел у гульнях и карагодах. Затым программа протягнулася у глядельной зале. Тут дети, которые в дыходящем году добились высоких досягнений у интеллектуальной, творчей и спортивной деятельности, отримали новогодние подарунки от старшини Гарвы Конкама Петра Кириченки. После юные глядачи увидели казочное представление. «Хочется пожелать нашим детям, для которых этот праздник самый любимый, чтобы в Новом году их ожидали только успехи, победы, причем во всем, чем бы они ни занимались – в учебе, спорте, искусстве. Конечно, хотелось бы, чтобы в Новом году было много интересных встреч у них, событий, верных и надежных друзей. Хочется пожелать, чтобы они были здоровыми. И вот сейчас самое время, чтобы они использовали его для того, чтобы пополнить свой багаж знаниями, которые в будущем им во взрослой жизни очень и очень пригодятся». Новогодний раннешник организовал союз следших. Удельниками свята стали больше, как 200 детей из всей области, чая батьки працуют в структурах Следующего комитета. Юных гостей принял областный драматичный театр. Тут их чекали гульни сказочными героями, театрализованное представление и подарунки. Областное громадское объединение «Союз следших» – один на Украине подобная организация. Это молодая структура, створенная в селетнем вересне. А кроме повышения правовой культуры грамадян и поддержки супрацовников Следующего комитета, «Союз» планует вести активную доброчинную деятельность. И новогодний раннешник дал старт к этой работе. «Мы постарались собрать здесь сегодня всех детей наших членов общества со всей области, чтобы они побыли на этой елке, на этом празднике. И главное для нас, будем так говорить, от них благодарность – это улыбки на их лицах. А улыбки вы сами увидите, какие они». Гэты, а таксама иншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarmil.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!